Всем привет дорогие друзья, гости и подписчики канала. Сегодня ко мне пришли долгожданные посылки из Китая. Вот такие вот замечательные ночники. И сегодня мы на них сделаем обзорчик. Заказал их и по просьбе моей любимой тёщи. Так как ночью она постоянно выходит то в ванну, то в туалет, то там не знаю на кухню. И постоянно нужно включать свет. А вы сами понимаете, тесте этого не очень любит. Поэтому лучше тесте, как говорится, не злить. Поэтому я решил тёще преподнести вот такой вот подарочек. Ну и давайте поближе рассмотрим эти замечательные чудо-девайсы. Итак, перед вами первый ночник. Этот ночник питается 220 вольт. Выглядит в принципе очень достойно. Я думаю интерьер вам не подпортит. Вот эта вот часть, это осветительная часть. Посередке стоит датчик освещения. Если в комнате становится темно, вечер подходит, он начинает естественно включаться. И горит он до тех пор, пока освещение снова не появится. Чем темнее будет в комнате, тем сильнее будет гореть свет. Вот к примеру. Видите, он еле-еле горит, потому что освещение более-менее ещё есть. Как только мы закрываем освещение, делаем более тёмное пространство, он начинает гореть достаточно ярко. То есть, это очень хорошо, это значит экономия энергии. Днём он гореть не будет. И в вечернее время будет еле-еле немножечко гореть. К сожалению, в него нет датчика движения, поэтому, конечно, это минус. Но стоит такой девайс всего лишь 2 бакса. И ссылку на него можете посмотреть под видео в описании. А мы переходим к следующему девайсу. Это просто чудо-шедевр, скажем так, технологии. Потому что в нём включено всё. Питается он от трёх мини-пальчиков батареек. Выглядит очень-очень хай-тековски. Я не знаю даже, как это красиво ещё по-другому назвать. То есть, смотрится великолепно. Когда мы его в первый раз включаем, он загорается. Нужно просто немножко подождать, пока он погаснет. Закрывается он с обратной стороны вот такой вот крышечкой. Вот такой вот смотрится вообще великолепно. Всё, он погас. Теперь можно использовать. Видите, вокруг идёт хорошее освещение, он не горит. Если вы заметили, он клеится к металлу. То есть, внутри стоит магнит на крышке. Можно прикрепить его к металлической поверхности. К холодильнику или ещё куда-нибудь. Также идёт в комплекте вот такая вот наклеечка. Что тоже позволяет клеить на разной поверхности. Где-то на стену прикрепить, чтобы не повредить потом, естественно, в конце стену. Это очень и очень круто, очень удобно. Ну и давайте, наверное, посмотрим, как он работает. Выключим свет. Итак, ребята, у нас потух свет. Но ничего не происходит, потому что датчик ждёт наших движений. Вот, пожалуйста, датчик заработал. И работать он будет порядка 30 секунд. Это, в принципе, неплохо. Расстояние, минимальное, на котором он начинает срабатывать, это 2 метра. Это, в принципе, достаточно. Если вы в коридоре поставите, он по-любому сработает. И работает он где-то на 100 градусов, 150 вокруг себя. Это тоже очень хорошо. Так что вот такой вот за 3 бакса тоже есть в описании ссылочка. Обязательно купите ночничок. Вам понравится. А с вами был Макс. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok